Памятник Ленину Владимиру Ильичу Андрей Шевченко известный блогер по фейсбуку. Многие знают, кто в фейсбуке. Он участвует широко в политических дискуссиях. Мы решили с ним подискутировать на эту тему. Почему? Потому что когда был вопрос о падении памятника в Харькове, Андрей высказал такую мысль, что он не против того, чтобы памятники Ленину падали. В связи с этим хотелось бы задать Андрею несколько вопросов. Какие претензии к Владимиру Ильичу? Если можно, Андрей, по одной претензии, скажем так, вы мне ее выскажите, и я буду по ней дискутировать. Потому что если много претензий, сразу получится сильно долго. Ну, пожалуйста. Нет, как бы было не совсем так, что прям вот он упал, я одобрил. Памятник упал. Как бы я и раньше думал еще об этом, что как бы сказать, что в принципе украинцы должны молиться на Ленина, ибо на он создал эту нацию, как у украинцы. За только одно слово упоминания малорос при Ленине сразу могли бы посадить куда-нибудь. Но дело не в этом. Когда, после того, как они снесли этот памятник, я как бы эту тему не поднимал, потому что именно ситуация в самой Украине очень странная. Там какие-то появляются националисты, которые именно не русские. И как бы, ну я понимаю, мы русские, мы там едины, а у них как-то ситуация странная. Именно украинские коммунисты, они оказались как бы вроде патриоты, вот именно с объединения с Россией. Но когда снесли памятник Ленину, и на место этого памятника ни Бандеру поставили, ни Трезубец, а именно православный крест, мне это очень понравилось. Я и высказал такую идею, что в принципе Ленин, именно сам по себе Ленин, он был русофоб. То есть как русскому человеку мне невозможно ни один русский человек, который разбирался бы в нашей истории, как бы понимал бы ее. Он никогда не одобрит фигуру Ленина. Никогда. Поэтому, если бы снесли бы, допустим, у нас бы памятники, и памятники на Украине поставили везде православные кресты, то возможно было бы объединение. Первым делом, что снесли марксисты, лениенисты, это стоял Хмельницкому памятник. Он и сейчас, кстати, стоит в Киеве. Там была табличка, что, не помню как, но в общем, волен православного царя за единую и неделимую Россию. Первым делом Ленин провозгласил борьбу с великорусским, великодержавным шовинизмом. И эту идею они все проносили, как бы все 70 лет, с маленьким исключением, кроме Сталина. Но Сталина, они, как мы знаем, Сталина, как бы у них оказался не в почете, у ленинцев. Ленинцы окончательно захватили власть в стране и продолжали ленинскую политику. Финал этой политики, как сказал Владимир Ульянов по кличке Ленин, мы сейчас имеем на лицо. Вот это именно потому, что победили в тот раз, вот именно, то есть в коммунистической партии, раз уж такая уж пошла в идее, встали на ленинскую сторону. Ну вот так вот. Так, хорошо. Я вас выслушал, значит, вы все-таки накидали несколько тезисов. Ну, только про... Немножко возражу, коротко возражу по нескольким тезисам. Значит, первое, они, видимо, украинцы должны быть благодарны не за название украинец, все-таки, а за свою территорию. Да, он как бы создал... Название украинец все-таки было раньше. Ну, назывался Малорос. Ну, название украинец пошло, где-то начали поднимать украинские националисты с середины 19 века, потом это Австро-Венгры подняли этот... В Польшу. В Польшу. В Польшу. Ну, ладно, вы тут согласны. Это несущественно. Да. Второе, все-таки, я возразил бы все-таки, что Сталин, это маленькое исключение в истории Советского Союза. Сталина, это глобальное исключение, большое, огромное, которое задало историческую направленность всему проекту Советского Союза, скажем так. Я не про это именно говорю. Ну, я понял. Нет. Я вам еще скажу про Сталина, у меня отдельно. Хорошо, дойдем. Ну, и третье, хотелось бы все-таки уточнить по поводу русофобии Ленина. Да. То есть, Ленин был ярый русофоб. Ну, я не знаю. Приведите примеры. Ну, какие. Вся его политика, все, что он был, это даже отрицать не надо. Во-первых, он сформировал эту политику, у него даже книги есть о борьбе с великорусским... Статьи. Статьи. Амелико держал на шовинизме. Ну, и в книгах у него упоминается. И вся политика эта проводится так. Кроме того, он разделил на классы, боролся именно с православием. Ну, только вот он же, видите, это религия, опиум для народа. Именно то, что являлось именно русским духом, с ним он и боролся. Единственное, вот вы, как и сказали, Сталин. Единственный Сталин только уже, когда не сразу он, он тоже был ленинцем. Ну, назвали же и Сталин. Он действительно повернулся к народу, именно к русскому народу. Он начал строить не ленинский, вот этот плацдарм, который, как бы, они хотели, вот именно Ленин и Троцкий. Они хотели построить большую пустыню, населенную белыми рабами. Именно для плацдарма, для создания мировой революции. Но именно Сталин создал империю. То есть он отошел именно от ленинских... Хорошо, вернемся к Ленину все-таки. Да. Я понял, примерно. Вот еще у вас прозвучало в первом вашем посыле, значит, что люди, знакомые с историей, не могут заступаться за Ленина. Я бы вам возразил, Андрей, потому что, когда я русский человек, когда я читал ваши комментарии, посты по поводу Ленина, я вам скажу так, вы не знаете историю. Вы очень слабо знаете историю. Я вам сейчас это докажу. Хорошо. Постараюсь. Хорошо. И я бы сказал вам так, я не в восторге вообще, не хотел бы, и вот несколько лет назад мне бы кто-нибудь сказал, что я буду заступаться за Ленина или что. Но именно тот момент, я все-таки за объективное знание истории. Ленин, конечно, своеобразный человек. И рассматривать его политику именно узко, вот так вот, как русофобскую, антирусскую, именно так, антишовинистскую и так далее, узко так рассматривать все-таки нельзя. И антиправославное. Не было ни такого, ни такого, ни такого момента. Было. Было. Было, приведите примеры. Я вам могу привести примеры, что вот это вот мифы о Ленине, они создавались в 90-е годы. Нет, не мифы. Очень широко. Я могу с вами не согласиться. Приведите, пожалуйста, пример. Сама его идея была классовость. Классовая борьба. В классы не вписывалась ни национальность, ни классы. Рабочие. Я вам говорю о мифах, о том, что он уничтожал русский народ. Русский народ, церковь, ну, здрасте, ну, почему у нас разрушены церкви? Ну, извините, а при чем здесь Ленин? Как, пань, при чем? Это что, при нем началось, что ли? А кто? Вы не знаете о союзе военствующих безбожников? Ну, да. Поднял Ярославский Губельман в конце 20-х годов и все 30-е годы продолжал, пока его Сталин не прижал к ногтю. Вот, причем здесь Ленин, который умер в 24-м году. Ленин, пожалуй, при Ленине у нас избрали патриарха. Вам это известно? Подождите, а религия опиум для народа это кто? Да, это было такое у Ленина. Ну и что? Именно Ленин и проводил эту позицию. А что, только Ленин говорил о том, что религия опиум для народа, это, извините меня, позиция всей русской интеллигенции предреволюционной. Да, не спорю, тогда надо брать тогда, откуда вообще взял Ленин эти идеи, тогда вспомнить не только про Карла Маркса, Гессиса, Мозеса, Толстого упомянуть. И тогда можно вообще пофилософствовать, что это не просто русофобия, а сатанизм, масонство, это проследуется в Толстом, в Гесс Мозеса, он не только... В позднем Толстом. Ну да, возьмите тогда тех же декабристов. Ну я почему говорю, при чем здесь... То есть, понимаете, русофобия. Вы конкретно излагаете, у декабристов был русофоб, скажем так, этот, как его... Нет, я про них ничего не говорю. Извините, конкретный пестель это насосство. Ну нет, давайте не будем про это. Я все-таки хочу сказать, что про Ленина, что Ленин все-таки был русофоб. Вот именно, он даже и политику доставил так, что от малых национальных окраин, чтобы примешивать вот этот... Великорусский шовинизм. Вы мне не приводите примера, я могу привести пример, потому что я этот вопрос в свое время просматривал, и он как бы очень неприятен. Почему? Потому что в 90-е годы, когда возникла у власти необходимость обгадить Советский Союз идеологически, всеми метами, которыми можно, вот тогда вот эти псевдоисторики, ну они даже были историки профессиональные, они взялись вот за эту тему. И под прикрытием своего шефа, директора архива господина Мироненко, Сергея, знаете такого, да? Он часто появляется сейчас на экранах. Вот они создали как раз вот эту вот целую систему фальсификации советской истории. И в то время вот как раз и была, и были изданы некоторые такие работы основополагающие, но начал, правда, еще в алкогонов в свое время. Ну почему нет? Я вам просто говорю, что конкретно вот этот вот миф, что Ленин расстреливал Попов, его включил в свою книгу, если мне не изменяет память, господин Латышев, в книге «Неизвестный Ленин». И вот до сих пор вот этот вот тезис, что Ленин дал команду расстреливать Попов, он кочует от одного либерала к другому. Хорошо, подождите, мы даже не будем брать на архивы. Есть такие мифы, Андрей. Это мифы, хорошо. Мы даже не будем брать в архивы, потому что за 70 лет... Вы мне приведите пример, может быть мы его обсудим. Нет, хорошо, вы говорите, за 70 лет даже можно в архивы не заглядывать, там что надо, подправили и исправили. Тут мы не найдем. Моя прабабушка была очень верующим человеком. И как бы гонения были на церковь. Ну как это, разве это... Ну в какие годы? Да это вот даже... Это началось с 17-го года. Это не началось это с 17-го года. В 17-м году избирали патриарха. Что говорить? В 17-18-м году русский народ избрал патриарха долгожданного после Петра Первого. Какое-то что, гонение на церковь и этот патриарх, они с Лениным, кстати, были в неплохих отношениях. Вы можете привести пример какого-нибудь высказывания патриархов, что церковь может принять Ленина? Принимает она его? Нет. Церковь не принимает Ленина. Ну я не знаю, кого там они избирали, избирали хорошо. Вот именно патриарх, как его, господи, выпало из головы. Ну не суть важная, я просто знаю точно... Тихон, Тихон, господи, прости господи. Тихон. Патриарх Тихон, вот они-то как раз и приветствовали советскую власть. Вы это не знаете? А, ну хорошо. И направили поздравительные телеграммы Ленину. Надеюсь, их отлучили от церкви. Кого? Патриарха Тихона? Его канонизировали? Ну, канонизировали, значит, не нужно. И многих этих вот пастерей церкви. Я знаю, что именно церковь начал восстанавливать, именно Сталин. Ну это было в 30-е годы. Нужда заставила. Ну как бы было такое направление, да. Это отдельная тема. Давайте про Ленина все-таки. Вот про Ленина. Я не нашел, я не нашел нигде... Вот специально не готовился. Вчера специально залез высказывание нашей церкви про Ленина. Нету вообще, никто про него не может сказать. Все вычислили. Вы почитайте, как в 17-м году церковь отнеслась к приходу, вот сначала к февральской революции, когда она полностью приветствовала падение самодержавия и свержения царя. Нет, понятно. Это же было вообще... Это стыдно для нашей истории, честно говоря. Ну да. В принципе, хотя... А потом, когда власть поменялась, когда большевики отодвинули временное правительство, ведь никто из церковных иерархов в принципе не возражал. Ну и в принципе никого их и не гнали. Даже генералов в первые годы, в первые месяцы, скажем так, советской власти даже генералов не трогали. Всех, кого арестовали, всех Ленин освободил. В чем проблема-то? Он не хотел развязывания гражданской войны. Это мифы, Андрей. Мифы? Нет, это не мифы. Читайте историков Юрия Жукова, Мартиросяна, Борис Юлин прекрасный историк. Ну, есть прекрасные сегодня историки. Почему вы это не берете? Почему вы пользуетесь мифами, которые насоздавали в годы падения Советского Союза? Я беру, допустим, высказывания четвертого митрополита новосибирского и барнаульского. Современное высказывание. Не знаю, как насчет современного высказывания. Он у нас в Новосибирске правил с 56-го, по-моему, года. Но именно он был. Это я просто говорю, что он у нас был. Вообще он был на Дальнем Востоке. Я не знаю где. Но смысл в том, что он сказал, что Ленин... Он был и при Ленине, он был при Сталине. Он лет 20, наверное, отсидел. Я почему? И говорю, что фигура, в принципе, знак. И единственное, кто от он сказал, потому что я даже не слышал в церкви, чтобы что-то говорили хорошего там про Ленина или про Сталину. Вот он единственный, кто сказал, что Ленина и Троцкого мы простить никогда не можем, на Сталина за его победу, хоть и на нем тоже много крови, как бы многое простить можем. Вот он так сказал, что Сталину... Единственное, кому я доверяю в исторических вопросах из наших иерархов, ну вы знаете, вы, кстати, тоже ему доверяете, насколько я читал вас, это митрополит Иоанн, Санкт-Петербургский и Ладожский. Вот это действительно человек, который разбирался в нашей истории очень последовательно и долго. Он смотрел с православной точки зрения, с христианской точки зрения, но у него нет очернения Ленина, как главы государства, нет. Почему? Он был честный человек. Почему он не очернял ни Ленина, ни Сталина? Он не очернял, он проходил это как бы спокойно так... Нет, он спокойно проходил, он объяснял вот этот ход этой истории, понимаете, нашей. Как по пустительству за грехи и так далее, это все было, понимаете, у митрополита Ивана. Но он не очернял ни Ленина, ни тем более Сталина. С Лениным, конечно, вопрос очень интересный. И я вас не просто так пригласил, вопросы исторически интересные. Вы понимаете, Андрей, я в этом вопросе очень долго разбирался, правда говорю вам. И у меня есть картина определенная, как Ленин приходил к власти, как он вообще вот... Не просто приходил к власти, а начиная с того, как его из-за границы толкнули к нам. Вот этот вот миф о том, что он там за деньги генерального штаба там приехал, немецкого, это тоже миф, Андрей. И вы его повторяли, этот миф, я помню. Нет, 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 я про это не говорю. А я бы хотел, потому что я вас читал. Про немецкие деньги нет. Хорошо, вы не говорили, но давайте тогда для зрителей я маленько уточню. Есть такой... Нет, многие историки этот вопрос рассматривали, и они конкретно все указывают, что такого доказательства, что Ленин был там с деньгами, нет. Но есть интересное исследование, которое провел, кстати, русский националист православный, Михаил Назаров. Знаете такого Михаила Викторовича Назарова? К сожалению, нет. Ну, я скажу, в конце 90-х, начало 2000-х, Назаров, Душенов, значит, Воробьевский, это такие довольно известные аналитики, Назаров, я вам сейчас скажу, он вызвал в басманный суд господина Берлазара за распространениями Китсур Шульхана Руха. Помните, да, эту историю? Знаю, да. Вот, Назаров. Ну, это великолепный аналитик-писатель православный, почитайте его книги. И у него есть исследование насчет того, как Ленин... Как переводились деньги сионистские с Нью-Йорк-стрита вот сюда вот на спонсирование вот этой вот революции. Ну, дело в том, что там Лениным-то не пахло. Там все прошло мимо него. Понимаете, Ленин был профессиональный революционер, он был теоретик, он был аналитик-теоретик, это был блестящий ученый своего времени. Согласен. Это был экономист, политолог, политолог, историк, философ, не согласен. Объединявший своим умом много наук. Понимаете, он был профессиональный революционер и ему была интересна сама вот эта вот идея и вот его предпрегли вот в этот вот вагончик посадили. Значит, ну там присутствовали такие знаменитые личности, как Литвинов, там Луначарский был в будущем, Урицкий, Радек. Вот это вот люди, которые впоследствии контролировали вот все финансы в принципе. Ну вот это вот объясняет Назаров, насколько я помню. И он объясняет, как вот эти вот деньги перечислялись через немецкий генштаб, якобы. Прочитайте его. Это очень интересно. да, что есть, эти тоже есть исследования, вот понимаете. Ну, Ленин там денег не касался. вот он отдельно, и Лейба Бронштейн, типа как бы там бы мимо. Ну, хорошо, я не спорю про деньги, но... Вы сейчас сказали, что некий иерарх церковный значит, припечатал к Ленину Троцкого. Дело в том, Андрей, что, да, действительно, Ленин и Троцкий, они были как бы... Ну, и Сталин. Нет. Но правильный... Он не припечатал соус, что мы простить не можем. Он сказал так, вот именно. Но дело в том, что Ленин с Троцким разошлись еще во время подписания Брестского договора. И тогда образовались две группы большевиков. Вот это надо понимать историкам. Понимаете? И вот эти две группы, которые образовались, это троцкистская группа, и ленинско-сталинская, как мы ее назовем, там, Молотов, там, Сергеев, знаете, там, Киров. Вот эти вот люди, которые пошли вот именно русской группой большевиков, которые делали страну потом, которые ее восстанавливали, которые запускали ее. И троцкистская группа, которая ставила палки в колеса Ленину при подписании Брестского мира. Вы знаете эту историю, когда были вынуждены там пересмотреть условия и пойти на самые гадские условия мира, которые даже Ленин называл погаными, там, или еще каком-то каким-то словом. Но ведь никто из вот этих вот псевдоисториков, ругающих Ленина за остановку войны и якобы потерю каких-то вот наших там заслуг в этой войне, никто не вспоминает, что буквально в ноябре, в апреле месяце был, по-моему, или в марте был подписан этот грецкий договор с этими погаными условиями мира. А в ноябре уже 18-го года все, что Ленин отдавал, все вернули. Все, Германия от всего отказалась. И вот после этого, кстати, Ленина так сильно зауважали все политические круги, потому что они отдали ему должное, как он провидел вот это вот падение. Вот была такая история. Я вам про что говорю? Если какой-то иерарх связывает Ленина и Троцкого в один узел, это еще не значит, что этому иерарху надо верить, что он... он не связывает. Он сказал, что просто... Причем тут связывает? Он сказал, что... Да не запускал Ленин уничтожение церкви. Вы мне этого нигде не покажете и не докажете. Ну, после... Это запустили троцкисты. Простите, троцкисты, где... Ну, я называю грубо и хутрировано в одним словом. Ленин где был? Ну, Ленин руководил же. После... Ленин в гробу уже был, лежал в мавзолее, когда они запустили уничтожение церкви. Покоился. Ну, и, кстати, и церковь православная к его смерти как бы отнеслась не... в то время не с таким вот проклятием и так далее. Ну, и... Было и соболезнование и так далее. То есть, не было таких вещей. То есть, тогда, получается, по-вашему... Вообще, в принципе, я бы как бы не считал бы... По-моему, это очень сложные вещи. Даже патриотам... Нет, это, конечно, сложные. Это сложные вещи. Но вы сейчас вот так вот рассказали, значит, получается, Ленин весь белый пушистый, значит, тогда все правильно получилось. Вот именно Сталин тогда действительно кровавый палач. Получается так. Да, Сталин... Если Ленин белый и пушистый, значит, они сделали правильно. Вы знаете, я сейчас смотрю на Болотную площадь, но это ленинские лозунги. Вот идут... Я вам правда говорю, я вот в них вот в либералах я вижу Ленина. В них ленинские методы борьбы. Также они ненавидят все вот это... Что бы ни делало наше государство, вот именно как сдержавности, это они ненавидят. Но это, понимаете, это вот... Я даже не знаю, почему их называют оппозиция. По идее, это революционеры. И Ленин действительно, он был революционер. Вот он, как вы сказали, он был и тот, и тот, и тот, он государственный, не знаю. Он был революционер. Единственное, что его интересовало, власть. Все. Согласен с вами. Вот в тот момент, когда они пришли к власти, когда они пришли к власти, это был революционер, это был теоретик, который именно вот шел для доказательства своих теорий. Но перед этим, извините, он создал одну из самых таких мощных группировок. Большевистскую партию, знаете, да, такую? Это была мощная такая, такая сплоченная сила, которая единственная в стране, вот была такая мощно сплоченная. Да? И, скажем так, хорошо продумал именно классовую борьбу, разделил людей на классы. Ну, это не он продумал. Ну, ну да, он взял у Маркса, да. Тот взял, тот, как бы, у нас было много марксистов, тот же Плеханов развивал эту теорию, его не считает никто таким особо извергом за это. Ну, было много таких социальных теорий. Андрей, вот понимаете, начало 20-го века, конец 19-го, это такая сложная психологическая обстановка в обществе, что нам просто стоит задуматься о том, как тогда страна упала в такую пропасть. Ведь сожрал страну, не Ленин. Войну остановил, не Ленин. Это было предательство элиты. Да. Вы же согласны с этим? Согласен. И теперь сегодня те, кто говорят, ой, большевики там всю эту войну прокракали и так далее. Я смотрю точно так же допустим в 93-м году, но абсолютно по-ленински расстреляли танками. Да бросим, подождите, давайте вернемся все-таки к истории. Вы сейчас сказали, что так. Нет, я про Ленина. Я не закончил свою мысль. Я про Ленина. Что вот эти лозунги его «Землю крестьянам», «За Ваучер», «Две Волги», «За Ваучер» это не он, но землю крестьянам, да, хорошо, крестьянам землю дали, но продукты с этой земли крестьянство не получало. Почему? Забирали. Не, ну подождите, вы опять же, вы не путайте эту самую политику, как бы, но ведь расплачивание больше чем дали. Подождите, землю выдали, землю выдали по Ленину, никакую нет, но мы рассматриваем. Открыли политику НЭПа, запустили политику НЭПа, восстановление хозяйства экономического на рыночных условиях, но после Ленина уже он не пошел, скажем так. Ну, при Сталине. Ну, при Сталине. Я опять же, возвращаясь к Ленину, я сейчас не защищаю политику НЭПа, я сейчас не хочу говорить, что там неправильно ее остановили, там совершенно другое было. Я сейчас говорю о том, почему на Ленина вот такие вот навесили все ярлыки. Нет, вы мне так не даже сказать про лозунг, про землю. Ну, давайте. Землю. Ну, действительно. И вроде бы так, интересная такая право на труд, тут же, как бы, за тунеядство статья. И тут же вспоминаю выражение Лейба Бронштейн, что мы должны превратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми. Ну, извините, у меня тогда напоминать, вы говорите, он не русофоб. Но это претензии к Лейбе Бронштейну. Не, не, не. Говорите, ну, получается так, что действительно был год. Крестьяне, которые выращивали, у них обратно забирали в колхоз. то есть, понимаете, был поставлен чудовищный эксперимент, был поставлен чудовищный эксперимент именно над русскими людьми. Ну, поэтому я и... Объясните, в какие годы, в какие годы, в какие годы подставлены? Сразу, уже после 17-го года... Началась гражданская война. И не по вине, кстати, большевиков. Это я тоже могу вам доказать. Без проблем. Там сегодня ставят фильм господин Михалков, значит, глазами Бунина, Шмелева, да, по поводу вот этих страшного террора, который устроили красные над белыми. А вы вообще в курсе, что историки оценивают террор, который устроили белые над населением России, раз в 20 превосходит по количеству тот террор, который устраивали красные по отношению к белым. Я не хочу оправдывать ни тех, ни других. Гражданская война вообще не имеет никаких оправданий. Гражданская война это страшно. Но устроили террор белые, так называемые белые, это именно были офицеры, которые сначала повелись на призывы февральской революции о разрушении самодержавия и власти, потом, когда страна пришла в страшный упадок, начался страшный бардак, господа генералы начали какие-то восстания, Корнилов, Краснов, их арестовала советская власть, но они с ними поговорили и отпустили их под честное слово. Вы это слышали? и они потом поехали устраивать свои восстания. Это было такое. Но была советская власть, вот это сейчас секунду, я вот там в 17-м году, когда большевики взяли вот эту власть, пусть там переворот, пусть там называйте как хотите, я называю все-таки это революцией, ну простит меня, я старый эритроград, может быть, никогда не был коммунистом, но все-таки пусть это будет революция или переворот, неважно. Когда они взяли власть, в стране была советская власть определенное время, вы знаете, что в этой советской власти, во власти вот этих советов, которая распространилась по всей стране, в том числе и у нас, Новосибирский, ну тогда в Ново-Николаевский и в сибирских городах и так далее, во власть советов ходили ведь не только большевиков, большевиков там вообще было, там 1-2 может быть где-то, там были меньшевики, там были эсеры, там были кадеты, кого там только не было. И вот эти вот власть советская, так называемая, она начала как бы свою работу по установлению какого-то порядка, но ей не дали, не дали восставшие вот именно офицеры. Сначала они потянулись за чехословайским корпусом, за этим, который здесь оказался вооруженным, сплотились, начался страшный террор против вот этих вот советов, знаете, вот это у нас сквер-героев революции, вот это просто расстрелянные вот эти вот учителя, там инженеры, там ну просто интеллигенция, которая входила вот в эти советы, их расстреляли, за что? За что их зверски замучили? Вот им стоит, а сейчас памятник весь изуродовали, понимаете, он никому не нужен. И вот после этого на этот террор уже большевики ответили своим контртеррором, да, это было, но этот террор все-таки был намного меньше, большевики судили, а эти зверствовали, эти зверствовали, зверствовали у нас в Сибири. Знаете, как у нас казачки зверствовали? Что такое запороть всю деревню шампалами и нагайками? Евгений Николаевич, мне сказали хорошую такую фразу, что я не был коммунистом, но Евгений Николаевич, подозреваю, что вы все-таки лукавите. Вот вы опять сейчас про белый террор, ну давайте я не лукавлю, про красный террор. Красный террор был согласен, и был зверский террор в составе некоторых лиц. Ну и также со стороны белых движений были разные, были еще и третьи силы, и их на овалом было, но говорит про то, что казаки, кстати, казачество, оно пострадало больше всего. Ну вот это и есть конкретно. После того, как они участвовали в страшнейшем терроре против населения, действительно, казаков так что мало не показалось. Да, все, кто участвовал в терроре, всех практически уничтожили. Евгений Николаевич, ну вот по этому вопросу в любом случае. А пострадало почему? Потому что они практически все участвовали в этом терроре против населения. Ну вот вы смотрите как бы со стороны именно страны. Я смотрю согласно свидетельству очевидцев. Андрей. Евгений Николаевич, вот когда подождите, если победил победили ленинцы, естественно, историю пишет победитель. Ну вот как вы и можете. Ну вот я знаю у меня прабабушка была у нее я не знаю кто у нее муж, но действительно портрет видел белый офицер. Но она действительно пострадала за веру свою. Она знает, что она всегда была в гонении. Были такие люди. Что на веру было в гонение. И очень жалко, что вот эта вот часть населения она была пострадавшая. Та часть, которая несла в себе традиции русского православия, скажем так. Культура. И культура. Она пострадала, да. Вот этот вот каток революционный. Создавали именно советский тип человек. И к сожалению в верхах вот этой вот большевистской номенклатуры оказались люди, которые ненавидели все связанное с русской культурой, с духовностью и так далее. Оказались такие люди. Но я вам серьезно говорю, это был не Ленин. Ну к нему-то какие претензии? Вот сейчас вот я вот сейчас даже смотрю на наше время, то, что произошло в 93-м году. Вот отбирали людей идейных ленинцев. То есть чтобы попасть в ЦК КПСС, должен быть идейный ленинец. И что произошло? Опять то же самое. Поэтому я и говорю, Ленин это лево радикал. Вот я сейчас и не могу понять, как мы можем сейчас говорить, что Ленин наше все. Ну я говорю, как куда? Ну тогда нам надо посмотреть те, кто выходит на болотную площадь с этими лозунгами. Они хоть и называются либералами, но это лево радикалы, это тот же Ленин. Вот я вот этого понять не могу. Если мы принимаем такую точку зрения, что Ленин да, это очень хорошо, не знаю. Они же осудили Сталина. Тоже непонятно. Ленин Сокли. Ленин или Ленин? Нет, конечно не Ленин. Но Ленин Сокли. А они назывались, понимаете, было как у них две ветви было в парке. Ну, это еще одна отдельная тема, Андрей, я с удовольствием с вами поговорил про ней, по этой теме, и может быть, во многом с вами согласился. Поэтому я бы просто... Давайте вернемся все-таки. Я вот и возвращаюсь, я бы и говорю, поэтому не осудив как бы Ленина... За что? За его... За то, что он подобрал разрушенную страну и запустил процесс восстановления. Я не договорил свою мысль. Да, Ленин пришел непонятно с какими силами и доказывает свои революционные теории. Да, он взял власть, но столкнувшись вот с этой исторической действительностью, когда он вынужден был включиться в борьбу, он вынужден был начать борьбу за восстановление государственности. И он прекрасно понял, что есть другие силы в верхушке партии большевиков, которые идут наоборот, на уничтожение государства и порабощение России. И вот это вот трение кстати, оно шло несколько лет. закончилось оно только расстрелами сталинскими в 1937-1938 году, вот эти вот трения. Но начались они, я вам говорю, они начались вот эти вот трения во время поспескания Брестского мира. И тогда вот конкретно вот эта вот партия большевиков разделилась на две группы. Одна поддерживала Ленина, а другая пошла конкретно против. Кстати, против шел тогда и Дзержинский, но еще там некоторые, которые потом уже перешли в группу Ленина, понимаете? там была своеобразная борьба. Это всегда сопутствует революционное движение. Всегда, во все времена. Это и все. Революционеры друг друга пережирали, перемалывали и убивали и так далее. Но сам Ленин запустил процесс восстановления науки. НРГ 5 лет. НРГ 5 лет. Вы знаете, что согласно его декретов начали восстанавливать наши вот эти вот университеты, там порядка 130, по-моему, учебных высших заведений было запущено при Ленине. Зачем ему это надо было, если бы он собирался страну уничтожить? Ну, именно при нем начались уничтожать православные школы. Православные школы? Да. Были же православные школы. Вот раньше это бы такая вот культура была. Это я не знаю. Ну, это ладно. Вот скажите, ладно, хорошо. Я говорю о науке и восстановлении государственности. Могу я вот как человек, который считает себя, причисляет к русскому национализму, русскому национал-патриотизму, могу ли я принять фигуру Ленина? Нет. Он даже, потому что Ленин развивал космополитизм, правильно? Ну, все-таки Ленин, он хотел, он не... Когда это интернационализм назывался. Интернационализм, да, совершенно верно. Ну, какая-нибудь космополитизм. То есть, в принципе, даже в наше вот сейчас время, я считаю, это очень вредно... Филипчик. Супаев смотрели? Смотрел. Вы говорите, за какой интернационал? За первый или за второй? А Ленин за какой? За третий. Вот и я, говорит, за третий. Ну да. Ну да, как бы речь в третьем интернационале. То есть, да, поэтому, видите, вот я понимаю, вы как лево-патриот, да, допустим? То, да, для вас это... Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Я тоже считаю себя русским националистом, но я за тот националист, который знает и понимает историю свою. А история, она ведь неделима, Андрей. И нельзя откидывать вот этот вот период. Вот вы... Я бы вас назвал белыми националистами. Ну почему нет? Ну вы же откидываете весь красный проект. Почему? Стали, как? Мы не можем откинуть советскую историю. Никак. Не откидывайте. Я бы предлагаю вот они допустим осудили Ленина, а я бы хотел осудить, то есть осудили Сталина, я бы хотел осудить Ленина, но Сталина... Да я бы не хотел осуждать Ленина, понимаете? Потому что Ленин запустил глобальный проект, который перевернул весь мир и правильно перевернул, потому что тот мир уходил в пропасть. И это чувствовали все более-менее мыслящие люди. Назовите мне хоть одного историка или философа вот начала 20 века, который бы не чувствовал, что тот мир катится в пропасть. Все чувствовали это. И вот когда он в пропасть покатился, нашлись люди довольно своеобразные, довольно такие с разными уклонами, но они нашлись и они взяли эту страну, подобрали и вот та группа, которая шла с Лениным, они запустили проект восстановления России как огромного пространства. И этот проект состоялся. и он состоялся практически исторически так, что его отголоски еще долго еще будут в обществе. Вот вы сегодня предлагаете уничтожить имя Ленина. Предлагаете. Оно вам по каким-то своим определенным позывам ненавистно. Значит, а я вам говорю, что тот проект, который запустили именно в тот момент в 17-м году, когда рухнуло все, которое запустили большевики во главе именно с Лениным, не с Троцким, не с той группой, которая шла неизвестно от каких структур и шла именно грабить Россию, а именно с Лениным, которые люди пошли. Потом это были сталинцы и так далее. Вот тот проект состоялся, он состоялся в истории, он очень дорог, огромной части нашего населения. Я не был никогда коммунистом, я даже с комсомолом ушел из-за строгача. Ну, не надо. Потому что я видел эту эпоху. Я и поработал, и послужил в армии. Я учился. Подождите, вы были в Брежнево-Андроповскую все-таки? Ну, что, Брежнево-Андроповскую и эту самую все-таки не важно. Считаю, Андропов и начал этот процесс развала. Я видел, когда люди работающие, когда рабочие люди, они чувствовали себя людьми. Вы можете мне возражать, я вам скажу, это неправда. Все рабочие, которые работали на заводах, настройках, они прекрасно жили. И квартиры получали, и спокойно были. Я вам про что говорю, ленинский проект дорог чем? Что он дал народу почувствовать себя людьми? Вы почитайте того же Толстого, Достоевского, Тургенева или я не знаю, но наших русских писателей почитайте, что представлял из себя русский народ. И вы посмотрите на этих 40 маршалов, которые привели наш народ к победе. Про Толстого не надо, потому что именно... Хорошо, про Толстого не надо, надо. Допустим, роман «Воскресенье» великолепен. Просто посмотрите, как там описано, вот эта крестьянская Россия, вот эта забыдленная, которая гнула шапки, где эти зеленые синюшные дети выходили, умирающие от голода. Понимаете? Почитайте этот роман. Вот сегодня запустили проект Анна Каренина, там читает вся эта наша элита. Почему они это запустили? Как вы думаете, именно Анна Каренина не роман «Воскресенье»? Да потому что вот этот элитный класс, он близок по душе. Вот этот элитный класс, который ходит там, в скачках участвуют с женами с чужими спит, вот он им близок, они его и читают. Хоть роман записан прекрасным языком, да? Все-таки это роман. Вот мне ответьте, Евгений Николаевич, я понял в этом, но я не говорил похоронить имя Ленина, похоронить Ленина за Ленина? Я знаете, это вопрос такой сложный, дело в том, что я бы отнесся к тем людям, которые считают Ленина своей эпохой, своим символом, я бы отнесся к ним с таким бережением, что трогать бы пока эти люди живы, и даже тему эту не затрагивал. Может быть в будущем предать останки его там, где хоронят всех руководителей нашего государства, пусть, потому что это был один из руководителей нашего государства. Все руководители нашего государства в принципе похоронены. Это история. Я даже против того, чтобы разорять могилу Ельцина, как бы я его ненавидел, понимаете? Это история. Памятник ему поставили не... Это история. А то, что Ленину стоит огромное количество памятник, это говорит о том, насколько был силен и громаден вот этот проект, который запущен был в этой людьми. Все-таки это... Глобальнейший проект. Тоталитарный был проект. Этот проект переделал весь мир, Андрей. Не спорю, да, много было, полмира поставили их знамена, я ничего про это не говорю. И до сих пор еще этот проект... похоронить Ленина, я считаю, это просто... Ну, вот это, по-моему, кощунство, сделали мумию, планили... А я бы поберег тех людей, которые строили наше государство и на которых вот этих вот... на этом потенциале, построенном этим людьми, мы до сих пор живы. Оборонный потенциал, экономический потенциал, посмотрите, сырьевой потенциал, это все построено в советскую эпоху, наука, все построено в советскую эпоху, и символом этой эпохи был Ленин. Но они так обозначили это. И, может быть, были правы. Евгений Николаевич, я понял вашу позицию, но и вы поймите меня. Я тоже вас понял. Я как... То есть, я Сталин, да, вот я как бы к Сталину намного... Я вообще почему-то Ленина не воспринимаю все. Сталин, да. Вот если взять, допустим, Сталинскую... Мне кажется, вот эти, которые назвали себя ленинцы, они же именно и развалили страну. Они же, как бы, когда вот они сидели у них в ЦК КПСС, им было хорошо. Но деткам надо что-то дать. Надо новый проект. Вот они чисто по-ленински... Никаких проектов не стало после смерти Сталина. Проект был уже после смерти Сталина один, чтобы элита партийная выходила все более и более на самостоятельную свою позицию. И они навыходились до того, что плюнули на народ. Но Ленин-то здесь при чем? Нет, я не... Не Ленин, не Сталин, в этом не при чем. Тут уже они не молода. Вы знаете, мне в свое время пришлось учиться в институте, проходить марксизм-ленинизм и так далее. Что я видел своими глазами? Всех заставляли. Вот этот глобальный марксизм-ленинизм, вот этот ортодоксальный, отупелый, который они примеряли ко всем временам, он достал всех. Понимаете? Ведь в свое время Ленин не говорил вот остановитесь на моей теории и все. Понимаете? Вы имеете ввиду, что не развивалось ничего? Не развивалось ничего. Они как догматировали это и все и сказали ни с шагу в сторону и решили, что все будет нормально. Но народ-то все-таки думал, народ-то понимал, что не все объясняется вот этими постулатами. Тот же материализм вот этот исторический, истмат, он не объясняет всей сложности национальных процессов и так далее. Это просто глупость объяснять с точки зрения исторического материализма то, что творится вот сегодня на религиозном мировом фоне, на национальном мировом фоне. Это же страшнейшая катастрофа. Марксизм, ленинизм это не объясняет. Вот видите, вы уже... Я понимаю, и вы знаете, сколько я склюстывался с этими догматиками марксизма и ленинизма. Мне с ними приходится ругаться до посинения. Но дело не в этом, дело не в догматике. Догматику установили уже после. После. Ленин запустил проект, проект, который позволил нашему государству стать половиной мира. Мощнейший. Не спорю. Пройти огромный исторический путь, который запомнится в веках. Но не осудив его радикализм, мы так и будем. не привели примеров его радикализма. Ну как так. Ну не привели. Расстрел царской семьи? Ну кстати, кстати, совсем мы не затронули эту тему. Я же вас прошу, затрагивайте семьи. Вина лежит на Ленине. В чём? Ну как в чём? Именно он по... Да не отдавал он таких приказов, опять же. Вы знаете, что там работало определенное... Я могу вам сказать, какой коварный Ленин, он, значит, приказ даже письменной форме не отдал. Ну понимаете, для этого и уничтожили в принципе семью, чтобы невозможно было возродиться монархия. Я вам скажу, что в тот момент по Ленину нанесли вот эти вот контрреволюционеры определенный удар. Вот этот удар был не только в расстреле царской семьи, он был в убийстве посла Мирбаха немецкого. Вы слышали такое, да? Это произошло одновременно. Вы это не замечаете? что это именно белые контрреволюционеры? Да причем здесь белые контрреволюционеры? Вы понимаете, о чем я говорю? Я вам говорю, что вот эта вся революционная муть, она ведь была не только большевиками представлена. Вот эта вся революционная муть была очень разобижена на большевиков за то, что они жестко взяли власть в руки и начали устанавливать порядок. Они говорят, а как же наши революционные принципы? Понимаете? И они вместе, с чехословацким корпусом, вместе с теми с Антантой, вместе с теми, кто поверил в белую идею, они организовали вот эту гражданскую войну. И вот в том числе одним из ударов был это убийство посла Мирбаха, правда его замяли немного, вот в том числе и расстрел царской семьи. Многие историки объясняют именно этой логикой, очень хорошо объясняют. И заметьте, потом 18 августа произошло покушение на Ленина. И оно ведь потрясло практически тоже многих. А потом, через полгода уже Ленин начал убирать вот этих вот ребят, которые вставляли ему палки в колеса при подписании Ибресского мира и организовали вот эту вот вакханалию контрреволюционную. В том числе и Свердлов ушел очень хитро. хитро ушел так раз-раз и не стало Свердлову. А Свердлов был кстати руководителем государства. Хорошо напомнили про Свердлова. Да, и он... Не пора ли переименовать вот у нас есть улица площадь Свердлова. Ну, это ужасно. Ну, я не сторонник всяких переименований. Это ужасно. Вот смотрите, и вы тоже говорите, белые, именно белые они сохранили верность царю, отечеству, престолу. Назовите мне хоть одного генерала, который сохранил верность царю. Вы можете мне хоть одно имя сказать? Я вам скажу. Потому что эти вопросы искал. И очень долго Врангель остался верен самодержавию, адмирал Колчак не предал Колчак, да? И генерал Дитерикс. Вот три имени могу назвать. Колчак. Дитерикс. Вот Дитерикс наиболее полно сохранил верность вот этих вот вот этим принципам русского самодержавия. Заметьте, все три имени не русские. Колчак, происходил из турков, значит, господин Дитерикс из шведской семьи. Вы неправильно смотрите. Врангель это вот здесь не барон? Ну вы как-то смотрите. А я вам просто обращаю внимание. Подождите. Назовите мне хоть одного русского генерала. Ну что это значит нерусский? Ну если он православный, он в русском государстве за русским спалом, значит... Колчак православный? Я не помню. Да? Я не помню. Не буду это утверждать, я не помню. Как он тогда... Была свобода вероисповедания, почему? Нет, ну свобода. Генерал Дитерикс действительно создатель последнего русского это человек, которого можно уважать. Он организовал расследование царской семьи. Это был действительно человек, который не предал. Но он был происхождением даже по фамилии он был происхождением со шведов. Врангель вот здесь и барон. А кто русские генералы? Кто? Алексеев русский, да они его предали сразу же. Вот такая вот неприглядная картина историческая. Ну посмотрите. Вы смотрите все с точки зрения действительно. Поэтому я подозреваю вы все-таки в душе коммунисты. Хорошо. Да я был бы рад, но они меня не примут. Вы знаете, какой там бучу подниму вот именно по поводу их догматики. Почему? Ну сейчас возьмите у нас совсем не пихайте меня, Андрей, у меня нет желания идти в комфорте. вот именно такие леволибералы, скажем так. Если бы коммунисты были коммунистами настоящими, они бы уже давно боролись за нашу страну. Но то, что предлагает тот проект, который предлагал Зюганов эти 25 лет, они меня это не устраивает, честно говоря. Это приспособленчество, это практически соглашательство со всем. Тихое такое, спокойное, ну как бы соглашательство. Они как бы голосовали всегда в пути попротив, но на них никто внимания не обращал. Ни в какой позиции, которая переворачивала бы наше страшное время олигархическое, они не участвовали никогда, они боялись. Кстати, о, про олигархов. Я вам так чисто по-дружески предлагаю. Прочитайте работу Ленина «Империализм как высшая стадия развития капитализма». Блестящая работа, которую сегодня можно преподавать в институтах. Если бы в институтах преподавали антиолигархическую позицию, вот эту работу надо читать всем. Как он сто лет назад гениально предвидел то, что сегодня у нас творится. Я в свое время вспомнил еще в институте думал, что за вывоз капитала, зачем его вывозить капитал, вот у тебя есть капитал, зачем его вывозить. Понимаете, вот сегодня мы вот все наглядно видим. А это Ленин все предвидел, понимаете, он все это обосновал, он теоретически это все разработал. Ну, ладно, я хотел бы подытожить, да. Скажите теперь свое слово. я говорю, да, то есть я именно как и считаю, что Ленин начал именно бороться с великорусским, великодержавным шовинизмом, все-таки я вот как бы стою на этой точке зрения, поэтому как бы все-таки это интернационализм, космополитизм, поэтому как бы мне, как к русскому националисту. Я отношусь к Ленину как к символу эпохи, я прекрасно понимаю тех людей, которые страшно обижены на то, когда ругают и рушат вот эти памятники. Я за этих людей всегда буду заступаться, потому что это люди великой эпохи, и надо, чтобы они чувствовали, что их труд, их, то, что они создали, уважается сегодня. И тогда, Андрей, вот вам серьезно говорю, тогда вот если вот это вот объединение состоится, пусть русских националистов, хорошо, я не против идей русского национализма, но сознанием все-таки историческим. И когда вот это объединится с той эпохой советской, которая у нас произошла, вот возможно мы сдвинемся с мертвой точки, а пока мы грыземся, имея общих врагов, грыземся между собой, вот это по-моему непродуктивно. Ну на Украине кстати там совсем другое происходит, там Ленина это сносит не потому, что он Ленин, а потому, что он связанный с Россией. Их так воспитывают. Мне больше никак не сказать, потому что они дураки, действительно Ленин дал им их государство. Это надо быть просто ну Ну не они дураки специально воспитывают 20 лет вот это там захватили люди кстати захватили почему-то все понимаете чтобы они не творили очень жалко людей даже зомбированные жалко никакого зла не держу на народ я знаю что там человек 10 наверное которые делают всю политику у них в руках финансы у них в руках зомби СМИ и они зомбируют население Ну Ладно спасибо за то что вы отозвали спасибо вам